Сильное воздействие на украинское общество, то есть поскольку это война во многом, война это вообще противостояние не только военных, война это противостояние систем, противостояние политики, противостояние идеологии, для врага самое перспективное. То есть попытаться разорвать нашу военную группировку на две, лучше, может быть на три части, вернуть большие территории в Херсонской и Запорожской областях, а при удаче проскочить в Крым. Ну опять же говорить о том, что это невозможно, то есть на плечах прорваться в Крым, ну под Буаклей-то у них вообще все получилось. Фактически, то ли там в поддавки наши генералы играли, то ли просто вообще выдающийся кретинизм, результат одинаков. Фактически им удалось то, что при любой нормальной организации обороны им не должно было удастся от слова совсем, но удалось. Почему не попытаться еще раз ударить? Подчеркиваю, прорвав там фронт, они получают достаточно широкие возможности для распространения в любом направлении, и в направлении на Мариуполе, и в направлении на Крымские перешейки. Поэтому, скажем так, когда они ударили, допустим, под Буаклей, я еще тогда вздохнул с облегчением. Почему? Потому что точно такой же удар на южном направлении в тот момент мог порвать наш фронт полностью. Но они предпочли, видимо, синицу в руках, а не журавля в небе, предпочли добиться крупной, громкой, поднимающей дух, но не имеющей стратегического значения победы на Харьковском участке фронта. Некоторые предполагают, что может быть просто показательная пощечина типа вторжения на территорию Российской, на старую территорию Российской Федерации, где-нибудь в районе Белгорода или Курска, или на Брянском направлении. Тоже теоретически возможно, но с военной, опять же, точки зрения, без перспективы. А здесь, как бы, сочетание идеологии, идеологических причин, военных, чисто политических. И даже для Запада, то есть, для Запада-то Украина, наступая, не выходит за пределы своей территории, как по мнению Запада. Поэтому, именно поэтому, то есть, не то, что я прогнозирую, я, как бы, вот, считаю это направление наиболее опасным, с точки зрения операций украинских войск. Где они реально нанесут удар, и они могут нанести их несколько, сил у них сейчас для этого хватает. И, кстати, погодные условия сейчас будут, когда земля подмерзла, благоприятствовать. Где они реально нанесут удары, и нанесут ли они их вообще, я, естественно, не знаю. Когда будет общая мобилизация? Всего...